Порсуна от латинского «Персона». Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды «Порсуна». Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл программ «Порсуна». Сегодня наш гость Вячеслав Бутусов. Вячеслав Геннадьевич, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир Романович. Я хотел бы, знаете, вначале попросить вас представиться не потому, что вас кто-то не знает, хотя, может быть, и такие люди есть, а потому, чтобы вы как-то определили бы, что для вас самое важное вы хотели бы сообщить о себе, скажем так. Ну, я, учитывая, как бы, суть самой программы и учитывая вот предыдущие все обстоятельства, я бы назвал себя человеком идущим. То есть для меня путь может быть любым, но в конце концов надо понимать просто, куда он приведет меня. Вот. И я, конечно, иду к Господу. Всеми возможными, так сказать, для меня силами, вот, учитывая многие обстоятельства. У нас пять основных тем, они связаны с окончанием молитвы оптинских старцев «Научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Вот по этой лесенке я предлагаю сегодня пройти, хорошо? Ну, прекрасно. Да. Значит, первая тема – вера. Вера. Жесткое приземление такое было после периода эйфории, экзальтации? Восторг обуял меня, и я грохнулся, причем конкретно, и потом долго в гипси ходил. Вы многократно говорили, что после обретения веры вам очень от многого пришлось отказаться, вы себя меняли, ломали, даже если позволите мне это сильное слово. А вот что для вас было самым сложным вот на этом пути веры и остается самым сложным сегодня? Мне кажется, что самое сложное – это, конечно, научиться управлять своей природой. Но, то есть, есть определенные данности, есть определенные исходные данные. И мы должны научиться, в общем, управлять. Будь то свора собак, которые нужно держать на цепи, да, или уметь как-то командовать ими. Будь то там, я не знаю что. Поэтому я, когда начинаю изучать свою природу, то я, конечно, иногда с ужасом опускаю руки и думаю, ну как вообще можно? Как может жить такой человек? А что, вот до прихода к вере вы вообще об этом не думали? Нет, у меня вообще… То есть вы раз… Потому что я не то чтобы… Я вообще просто практически не задумывался об этих вещах. У меня не было ни противоречия никакого в этом отношении. У меня не было… Но я как-то очень далеко от этого был. Где-то, вот знаете, такое ощущение, как будто я был на необитаемом острове. На таком… То есть ощущение изоляции, в общем, чувствовалось. Ну и такой момент, что когда я воцерковлялся, когда я приходил в церковь, у меня довольно сложно происходил период адаптации, с учетом даже того, что вот неофитство, да, это такой приятный момент, когда ты находишься в легкой такой… в экзальтации, в такой, в эйфории такой находишься. Я даже, помнится, когда приехал Костя сюда в гости, и я ему начал там что-то трещать. Китово? Да. Я начал трещать что-то, он говорит, а ну это пройдет. А вот вы сказали про период неофитства. Одна моя знакомая такой, на мой взгляд, интересный очень образ предложила. Она говорит, вот что такое период неофитства. Это когда ребенка учат ходить, и вот ему помогают, и в какой-то момент ему кажется, что он идет уже сам. Да, да. А что потом происходит? Обязательно происходит. И когда его отпустят и скажут, вот теперь иди, он обязательно упадет. Да. У вас вот это вот жесткое приземление такое было после периода эйфории экзальтации? Ну а как же, конечно. Это как раз такой период… Ну да, то есть, когда я пошел, возрадовался, так вот, вот этот восторг обуял меня, и я грохнулся, причем конкретно, и потом долго в гипсе ходил, ну вот так условно говоря. А помните, как справлялись? Когда ты в гипсе ходишь, ты, соответственно, у тебя очень ограниченное движение. То есть, ты как робот себя чувствуешь, ты там, с одной стороны, у тебя рефлекс вырабатывается, что нужно быть осторожным, чтобы на эти грабли опять не наступить, или там в яму эту не сковырнуться. А с другой стороны, это дает возможность сосредоточиться, в общем-то, как лошадь в шорох, она едет, она в четком направлении движется, да. Да. А вот в одном интервью, я помню, вас спросили, не могли бы вы дать какие-то советы, чтобы было легче. И вы, интересно, так ответили, вы сказали, что легче не будет, и вообще не должно быть легче. А что вы имеете в виду? Я однажды пришел на исповедь, ну и воспользовался блатной возможностью, потому что батюшка был крестный нашего Даниила младшего. Я ему говорю, отец Иоанн, вот смотрите, я столько лет уже в каком-то смятении нахожусь, меня вот гнетет и гнетет, и знаете, уже так придавило, что я иногда ползать просто уже в переносном смысле начинаю. Когда я говорю, закончится уже? Должно же быть какое-то просветление и награда за мое терпение. Ну когда, да. Он говорит, а с чего ты взял, что должно быть легче? И вот парадоксально то, что я после этого, когда он мне сказал, с чего ты взял, что должно быть легче, будет еще труднее, будет еще тяжелее. Чем дальше, тем тяжелее. И вот после этого мне как раз вдруг стало легче. Я когда вышел, да, после причастия, я почувствовал, что мне стало легче, потому что ведь, собственно, вся наша жизнь человеческая, после того, как мы вышли из первозданного образа Божия, да, когда мы были отстранены от рая, да, вся наша жизнь и вообще вся эта земля, она, это сплошная неопределенность. Мы живем в состоянии неопределенности. Поэтому для меня очень большое значение имеет вот именно состояние определенности. Пусть это будет там какая-то тяжелая перспектива или тяжелый, так сказать, момент переживания, но для меня это определенность. Я знаю, что я к этому готов уже. Надежда. Человек, который молится, он уже, уже стоит вне уныния. Уныние – это монашеское, у вас депрессия. У нас тема надежда, вот эта надежда на Бога для вас, это что такое? Вот вы надеетесь на Бога? Да, конечно. А это что? Что это значит? В чем это проявляется в вашей жизни? То есть вы надеетесь, например, на что? Ну вот само построение этих символов, вера, надежда и любовь, они могут, в принципе, с точки зрения конструкции даже какой-то определенной мысли приводить, что надежда находится посередине, и что все-таки вера – это основополагающая вещь, да, первоначальная. Любовь – это всеобъемлющее, которое, в принципе, вообще вот как бы покрывает собой все, да. Вот, и опять же, и с учетом троицы в единице, да, вот это тоже в этом смысле, да, нужно воспринимать это все в целом, да. Но вот надежда, мне кажется, из всех этих трех понятий – это самая понятная для человека вещь, хотя она, может быть, трудом объясняется, но это именно то, что человек из тех вещей, которые не надо объяснять до конца и невозможно объяснить, но это утешает. Понимаете, я, в принципе, стремлюсь к Господу Богу, имея определенные какие-то субъективные желания, да, какие-то, может быть, даже примитивные. В том смысле, что я ищу покоя, мне хочется все, чтобы было все попроще, мне ничего особенного не надо там, лишь бы вот все было мирно и спокойно. Вот, я с этим как бы иду к Богу. Так вот, надежда, она вот, на мой взгляд, это и есть вот тот, как сказать, те дары, с которыми человек идет, да. А вот можно ли сказать, что уныние – это отсутствие надежды? Уныние, ну, конечно, уныние – это провал, это жуткий провал. Я так понимаю, что это вам хорошо знакомое чувство? Это мне очень хорошо знакомо, потому что я постоянно этому противостою, потому что природа, о которой мы говорили, человеческая, таким образом сформирована во мне. Изначально, что я обязан сверхусилия просто совершать иногда. Это, конечно, волнами происходит, но иногда сверхусилия нужно совершать для того, чтобы противостоять вот этому вот затягиванию в пустоту. Потому что уныние – это, конечно, ну, это духовная смерть, по сути дела, понимаете, страшная вещь, хотя мы не можем до конца осознавать это все. Я, знаете, чтобы немножко, так сказать, пафос и тяжесть так снизить, хочу рассказать такую историю, это почти анекдот. Может быть, вы ее знаете, и с ней будет мой следующий вопрос связан. Когда одна женщина на исповеди говорит о том, что ее одолевает страшное уныние, где-то в монастыре, этом архимандрии, то есть появится, говорит, батюшка, у меня такое уныние, ну, такое страшное у меня уныние. И, в общем, долго говорит, какое у нее уныние, он ее слушает, терпеливо молчит, потом в конце говорит, уныние – это монашеское, у вас депрессия. А есть разница между, вот для вас, между состоянием такой психологической депрессии и унынием, как вы сказали, духовной смертью? Ну, конечно, есть, потому что вот это правильно, между прочим, вот то, что вот такое объяснение, что депрессия и уныние – это вещи смежные, но для человека непросвещенного – это именно депрессия, потому что это исключительно на физиологическом уровне воспринимается, а вот на духовном уровне – это уже можно говорить об унынии, потому что человек осознает, что это такое, и в чем трагедия вообще вот этого состояния. Как я понимаю, депрессия – это как физиологическое состояние, его можно, так сказать, всякими таблетками подвигать, да, а вот что делать с унынием, да, я долго не понимал, что с этим делать, потому что, ну, это, знаете, как ночь наступила, стало темно. Вот, и если ты не уголек, то ты не в состоянии освещать вокруг себя пространство, но надо каким-то образом освещать. И я, конечно, с этим вопросом приставал ко многим, и к священникам, и к близким, да, и к родным, и к монахам, с которыми я очень люблю общаться, потому что я вот как раз в их отношении тоже я с каким-то надеянием всегда, я считаю, что, ну, я понимаю, как взрослый человек, что они тоже могут тебе дать ровно столько, насколько ты, так сказать, свободен, ну, насколько твой сосуд, да, душевный, свободен, вот, и если туда, как бы, щепотка даже не помещается, то ты и не сможешь этого в себя принять. Ну, вот, и в результате я все-таки нашел такой внятный ответ короткий. Мне, значит, я, во-первых, ну, как бы, когда читаешь молитвы, какие-то тексты, да, ты все время об этом думаешь, тебе обязательно какая-нибудь приходит вот полезная мысль. Всегда, я заметил, вот. Вот. И она, когда подтверждается как бы живым человеком, то ты вот в этом, тут вот облегчение начинаешь испытывать, условно говоря. Так вот, я такой рецепт нашел, что надо молиться, потому что человек, который молится, он уже, уже стоит вне уныния. Даже если ему очень плохо. Но, если он находит в себе силы молиться, все это значит, что он уже выполз практически из болота. То есть он уже за что-то держится. Скажите, а вот творчество, это, вот оно находится где-то здесь, вот, скажем, можно сказать, что вот творчество, по крайней мере, вот сейчас для вас, да, это тоже способ, там, обретения надежды для себя, или способ кому-то подарить надежду. И тогда получается, что тоже борьба с унынием своего рода. Ну, здесь, мне кажется, вот более сложный все-таки вопрос, потому что творчество я воспринимаю как благо. Но это все равно на нашем, на человеческом уровне, да. Для меня это анестезия. Я это так пока вот сейчас на данном уровне воспринимаю. Анестезия для вас? Да. Да, потому что когда вот сильные душевные какие-то терзания, боли происходят, да, это ведь не физическая боль, это нечто другое. Вот творческий процесс, он помогает от этого не то, чтобы избавиться, а просто вот отвлечься. Отвлечься, да. То есть я почему это называю анестезией, потому что это вот, ты перестаешь чувствовать боль вот эту вот. Хотя это временный процесс, как вы понимаете. Вот. Но тут нужно иметь опыт, чтобы понимать, что ты из этой анестезии рано или поздно выйдешь и столкнешься опять с этой реальностью. Творчество – это еще можно воспринимать как переход немножко в другую действительность, в другую реальность, да, в параллельное пространство. Как угодно, да, можно это называть. Но и тоже надо научиться оттуда возвращаться, потому что иначе это шизофрения. Ты ушел, дверь осталась открытая, ты где-то потерялся там, а в твой дом пришли семь мохнатых злобных чудовищ. Вот. То есть в этом виртуальном мире нужно осваиваться, как-то уметь вот эти вот двигаться, это тоже своего рода. Причем, ну вот, с учетом того обстоятельства, что семья, и это самое главное, и это должно держать, потому что иначе, ну, то, что называется, пробку срывает. Терпение. Нужно посидеть и подумать, за что мальчика наказали и поставили в угол. Почему там на этом дереве апельсины растут, а на мне там не знаю что. Терпение – наша следующая тема. Отличная вещь. Мне этот инструмент очень близок, потому что я очень часто оправдывал свою лень, нерадивость тем, что вот я, или робость какую-то, да, тем, что вот, что я якобы терпеливый. Вот у меня такой миф был такой, я сам себе его придумал, чтобы оправдывать свои вот эти вот, значит, свое каверзное поведение. И, ну, и вот так же постепенно для меня смысл этого значения, он раскрывался, вот когда я разговаривал, вот с монахами, в общем, почему я люблю разговаривать, потому что у них парадоксальное мышление, да. И, значит, ты как бы вроде уже что-то понял и пытаешься оперировать такими понятиями, которые ты усвоил и четко уже осознал, да, и что там уже ничего, так сказать, не будет никаких других смыслов. И вдруг тебя переворачивает весь смысл твоего, твоего знания, и ты вдруг понимаешь, что, а, ух, как интересно, оказывается, нужно быть осторожнее. Вот. И мне кажется, что терпение – это как раз вот такие вериги, которые лучше взять на себя осознанно, чем на тебя их там повесят. Вот. Потому что если нет терпения, ты взбудоражишься, ты как бы проявишь свои нравия, да, ты начнешь разбрасывать это все, а не понимаешь, что тебе это необходимо просто. Вот. Поэтому правильно святые отцы говорят, что терпение – это такая вещь, которую ты можешь понимать, но освоить, и тебе могут помочь понять это. Но освоить это ты можешь сам. А вот я хотел еще в теме терпения, еще об одном спросить, у вас об одном моменте, вот в плане творчества. Может быть, у меня такое наивное представление, дилетантское, да, но очень часто говорят, что вот там музыка, стихи, да, когда тебе вот диктуют, да, бывает. А вот что делать, если, как терпеть, вот если вы, ну, я условно сейчас говорю, вы пришли, сели, достали там, не знаю, ручку, положили бумагу или включили компьютер, и, значит, и тишина, и ничего. Пустота. Пустота. Или вы пишете… Тишина-то это еще терпимо. Это хорошо, да, пустота. И вы понимаете, что вот это можно, как это терпеть? Ну, это надо воспринимать как неизбежное наказание. Нужно посидеть и подумать, за что мальчика наказали и поставили в угол. То есть вот это вот символическое стояние в углу, оно же вызывает так или иначе, хочешь, не хочешь, ты в раздумья впадаешь. Почему и так далее. То есть человек начинает осознавать вот это состояние. Мне очень неожиданно то, что вы сказали, что это воспринимаешь как наказание. Конечно. Да? Конечно. Ну, это первое, что нужно выработать себе вот эту привычку, не искать, как сказать, козла отпущения. Но талант же напрямую, я понимаю, почему талант же не связан напрямую. Вот вы смотрели фильм «Формана Амадей» про Моцарт? Да, конечно. Помните, ведь там отчасти, да, вот что съедает Сальери вот в этой версии формановской, в том, что он молится, он все правильно делает, а Моцарт бегает, пьет, там, гуляет, а музыку пишет сто раз лучше. И он вот в этом смысле, вот это похожая логика, он говорит, я не понимаю, я же, вот меня-то за что наказываете, да? А этому за что даете? Разве это не опасно вот в этих категориях наказания? Это такая линейная связь, вы думаете, здесь? Ну, это вот, как говорят старцы, слишком много вот этих внутренних помыслов. То есть это означает, когда вот человек вот терзается вот таким образом, это означает, почему тому дали, а мне не дали, почему там на этом дереве апельсины растут, а на мне там, там, не знаю, что. На мне не растут, хотя я крыжу. На лючке растут, да, но каждому свой талант дан, вот это очень важно понимать. То есть нет человека неодаренного, потому что мы все от Господа Бога получаем какой-то дар в жизни, потому что это своего рода такой материнский капитал, который нам дает возможность потом начать с чего-то развития. Вот, поэтому вот и пример Сальери, и пример Моцарта, они там, конечно, гротескно показаны, да? Да. Потому что и то, и другое, это такие, ну, если не совсем крайности, то это такие, это гротеск. Это, ну, как бы преувеличение, да? Потому что, конечно, они немножко по-другому выглядели в жизни. И Моцарт не такой сумасшедший был, и Сальери не такой там, как это сказать, хмурый, злый день. Вот. Проблема в том, как относился тот и другой к тому, что, так сказать, что перед ним было. Понимаете, вместо того, чтобы смотреть в свою тарелку, человек смотрел в чужую тарелку. А Моцарт, вроде бы такой легкомысленный, да, то, что называется, гениальный, именно в том, что он в своей легкомысленности и гениален, что его совершенно не интересовало, что там у Сальери происходит, понимаете? В этом его спасение было. Прощение. Есть люди, которые просто ищут повода для того, чтобы обидеться. Извиняться – это бессмысленное занятие вообще. Себя, по-моему, простить невозможно. Может быть, мы подошли так органично очень к теме прощения. А вот вам легче прощать или просить прощения? Мне легче прощать. – Легче прощать. – Да. Потому что раньше я думал, что просить у всех прощения – это такой героизм своего рода, такая щедрость, щедрость души. А потом я понял, опять же, из разговора с монахами, что это выпендреж, по большому счету, если так говорить по-нашему, что это показуха. То есть там оказывается столько степеней освоения того или иного состояния, той или иной практики, что это бесконечный процесс. И, как говорится, совершенство – оно беспредельно. Хотя, в общем, я недавно для себя такое открытие сделал. Ну, то есть ты много-много читаешь один и тот же текст, но почему-то в определенные моменты ты пропускаешь эту мысль, и вдруг она раз, и тебя как будто, как сказать, озаряет. И меня вот поразила эта мысль, когда Иисус Христос говорит своим апостолам, что будьте совершенны, как Отец, Господь Бог наш. И я вдруг призадумался, ну, там все это в контексте каких-то событий происходило. Я подумал, это же надо, насколько надо быть вообще самоуверенным человеком, чтобы идти по пути совершенствования до такой наивысшей степени развития. А потом как-то следом я понял, что все равно это невозможно, так что можно не впадать в ложные вот эти вот малодушия в такое, знаете, что детское все равно это невозможно и так далее и тому подобное. И нет в этом никакого высокомерия, надо к этому стремиться, вот и все. Просто вот как птичка летит, летит, она там выше, выше, там до какой-то определенной степени, а дальше, ну, а дальше ей, может быть, уже и не надо там. А вот, посмотрите, светоотеческий подход нам говорит, что мы обязаны различать человека и поступок, да, то есть не отождествлять, да, то есть человек может совершить дурной поступок, но это не дает нам право заклеймить человека, да. А удается? Ну, когда ты об этом помнишь, то, конечно, не всегда удается, потому что иногда порывы бывают, когда бывают неожиданные обстоятельства, да, к которым мы не готовы или не привыкли. Потом иногда, ну, просто бывает слабость такая физическая и душевная бывает слабость, да. Вот. И потом, ну, слава богу, что иногда ты там через какое-то время все это осознаешь, это уже хорошо. А поскольку этот процесс бесконечный, то, ну, можно сказать на данный момент, иногда удается, иногда нет. А потом вдруг это повторяется, и ты как такое легкое дежавю такое, как же так? Я уже сказал, что удается, а тут вдруг раз и не удалось. Я просто, знаете, вот, я с чем сталкиваюсь по себе, да, что называется, в себе. Вот ты когда думаешь, вот надо бы там сказать что-то вот кому-то, да, что вот, ну, нехорошо ты, брат, поступил, допустим, да. И тут начинаешь, а вдруг, а вот он обидится, а вот, ну, а как же, вот, а не сказать нельзя, а не сказать, значит, полчаса. Очень много всяких зацепок, очень много. И вот это вот, и начинаешь об этом, а почему, а имеешь ли ты право говорить, не имеешь. И вот, и проходит, потому что, а вот все-таки надо было, это вот знакомое вам, да? Ну, это университеты, это университеты, это наши личные университеты. Да, и каждый для себя, так сказать, выбирает там определенный предмет, определенного лектора и слышит то, что ему, то, что он хочет услышать. Поэтому я для себя некоторые вещи улавливаю, я их закрепляю. И по поводу обидеть кого-то, я себе успокоительное правило такое установил, что обидеть никого невозможно. Если нет в нем внутренней причины для этого, потому что, если вы знаете, есть люди, которые просто ищут повода для того, чтобы обидеться. Ну, это вот в старческом возрасте это очень распространено. Это всего лишь человек взывает к тому, что ему нужно больше внимания. И что делать? Ну, с нашей стороны, вот тут надо относиться к этому с пониманием и с терпением, и не бояться обидеть человека. Не бояться? Нет, ни в коем случае, мне кажется. Потому что иначе мы, так сказать, не пройдем вот эту вот ступень. А вот он обиделся. Мы так и будем стоять перед этой. А что, а он обиделся, и что делать тогда? А это, так сказать, это его дело. То есть? Это органическая реакция произошла с ним, на его территории. То есть извиняться не нужно? И для него это тоже своего рода испытание, которое неизбежно нужно пройти. А извиняться не нужно? Извиняться нужно. Но извиняться – это бессмысленное занятие вообще. Почему? Ну, потому что, знаете, как у алкоголиков, которые все время извиняются, и у них уже автоматически это происходит, они вот… Он бутылку откупырил, уже извините, да, заранее. А вот по-настоящему раскаиваться, просить прощения – вот это вещь полезная. Потому что, во-первых, раскаивание, оно чего требует? Оно требует решительных мер вообще. То есть там вплоть до того, что ты больше этого не повторишь никогда. Ну, я могу сказать, что я человек в какой-то степени черствый. Опять же, по органике, по природе, по своей, да, по тем инструментам, которые во мне заложены. Но, помимо этого, много есть других инструментов, да, то есть, которые компенсируют все это. То есть это и есть природа. В ней всего много. Там уживаются и ежики, и цветы. Вот. И, видимо, вот у меня таким образом все выстроилось, что я, как бы, понимая то, что… Невозможно не обидеть человека, но я стараюсь вообще избегать таких ситуаций. То есть я же понимаю, с кем я имею дело, да? Я понимаю там, чем это может закончиться. У меня есть какой-то опыт, особенно в отношении там близких, знакомых, да? Поэтому нужно просто избегать этого. Да, чтобы все равно же потом терзание происходит, что человеку плохо, что он… и ты живешь все равно этим, да? Если вокруг тебя счастливы люди, ты счастлив. Если они несчастливы, ты будешь тоже вот в этом, в паноптикуме пребывать, но в этом состоянии. То есть это все, это такой взаимообразный процесс, от него никуда не денешься. Ну, это надо вырабатывать в себе вот, соответственно, как говорят монахи, вот доспехи эти. То есть ты их одел, в тебя начинают лететь уже другого калибра стрелы, ты начинаешь дырки уже укреплять там и так далее, пока вообще не выработаешь вот эту защитную систему. Вот. Так что вот мы и вырабатываем вот эти все доспехи духовные. А себя прощать тяжело или, может, не нужно? Себя, по-моему, простить невозможно. Можно вот там уединиться и попросить прощения, так сказать, у Господа Бога и ждать, как он проявит вот это вот свое милотерие. А невозможно, что вы имеете в виду? Я, знаете, вот я почему уточняю? Невозможно в смысле… Это невозможно в принципе или не нужно себя прощать, не имеешь права? Но это невозможно. Так же, как невозможно оправдать себя. Я просто что имею? Оправдать нас может только, так сказать, вышестоящий. То есть не имеем права себя прощать, вы считаете? Ну, я не знаю, такого не написано нигде, что имеем ли мы на это право или не имеем. Мы имеем право на что? На воле изволения, да? На свободу выбора. Ну вот, просмотрите… Так что мы имеем право. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот у апостола Павла в первом послании Коринфянам есть такие слова. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя ничего за собой не знаю, тем не менее, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Вот вы вот это имеете в виду, что я о себе не сужу? Ну, конечно, конечно. Ведь мы для того, чтобы себя увидеть, мы должны совершить вот этот шизофренический шаг. То есть выйти, посмотреть на себя со стороны, а потом ведь надо вернуться. А вот, иначе клиника вот эта вот смертельная наступает. Так что, может быть, в этом какая-то сакральная, так сказать, вещь заложена, что нам не нужно это делать. То есть можно, наверное, но лучше не делать. Ну, не нужно. Все мне позволительно, но не все полезно. Ну, конечно, да. Любовь. Семья-то это вообще просто идеальный сверхорганизм. Ничего фантастического, просто любовь. Любовь. Следующая наша тема. Любовь – это самое таинственное вообще. Что для меня вообще может представляться. Для меня это что-то такое с трудом оформляемое. Настолько это должно быть, на мой взгляд, нематериально, что можно только вокруг да около ходить. Настолько это нематериально. А все-таки вот вы же человек, мыслящий, в том числе визуальными образами, вы архитектор, художник. А вы могли бы нарисовать любовь? Ну, или на тему любви? Ну, знаете, у архитектора есть такая практика учебная – создание клаузуры. Это вот есть понятие эскиз, когда ты набрасываешь идеи. А это предэскизное состояние, когда стремительно, буквально одной почеркушкой, ты должен изобразить то, что тебе преподаватель говорит. Так вот, я бы призадумался, я бы не смог в таком экспресс-режиме изобразить. Ну, есть такие вещи символические, которые довольно тривиальные, довольно такие часто используемые. Сердечко там, да, крылышки, сердце с крыльями. Ну, что-нибудь придумать можно, конечно, но вряд ли, вряд ли можно. Потому что, когда мы, в конце концов, вот, читаем все это, понимаем, что любовь – это Господь, Бог, и ты должен все это объединить в себе, и примитивные свои представления, и те, которые вообще с трудом поддаются какому-то осмыслению. И лучше все-таки, для меня лучше, чтобы это было что-то мистическое такое. То есть не пытаться лучше эту тайну как-то вот… Ну, может быть, всему свое время. Может быть, есть вещи, которые вот само понятие изображения, да, вот это вот наскальное, да, обязательно, так сказать, отметить, здесь был Вася. Оно может быть настолько как бы ограничено в своем применении, что и не надо вот такие вещи, понимаете, пытаться рисовать. Я тут мучительно для себя в обратном порядке разматывал историю развития изобразительного искусства. Знаете, когда вот от канонических изображений перешло все в плоскость бытовых, и все ведь достаточно плавно происходило. Ну, я уж не говорю про то, что сейчас происходит в изобразительном искусстве, вот это состояние растерянности. Очень плавно все происходило, и слава Богу, что мы имеем возможность так это все видеть, потому что мы живем в 20 веке, и вот эта вся времена, вот весь этот огромный период, он так сжимается, да, от там, условно говоря, от наскальных, да, изображений. И, к примеру, там, если взять босха, да, то ты понимаешь, что это все, это все символы, там нет ни одного лишнего элемента. И это правильно, потому что и так, мы и так намусорили много, и так много ненужного лишнего, и вообще мусора бесполезного, иногда вредного. Вот, и в этом смысле я вот по-другому вообще многие вещи стал воспринимать. Я даже, как человек, я всегда себе говорил, что я самоучка, я, вся моя музыка, это то, что я сумел вот воспринять на таком, как сказать, на детском уровне, начиная с седьмого класса, когда я начал слушать это, всю эту рок-музыку, так называемую, вот я впитал в себя всю эту информацию, и вот сколько я смог впитать, так оно во мне и живет, и каким-то образом там трансформируется, да. Но это все мои знания, я это познал самостоятельно, я почувствовал это на себе, и это во мне самое крепкое, что есть. Вот, потому что я это сделал по собственному желанию, меня никто не заталкивал это. И я всегда думал, что для меня академическая музыка это настолько далекая вещь, в отличие от изобразительного, что я, ну, с моим скудным умом и непросвещенностью никогда в жизни не смогу это все слушать, вот именно на уровне на таком, когда ты воспринимаешь. Потому что были периоды в молодости, когда я это просто вот отметал категорично, все, начиная там от советской эстрады и заканчивая там вот всем, что до того было, это все не надо, да. Это такой третий уровень нигилизма такой, знаете, когда уже человек даже не понимает, что он отвергает, он даже не задумывается, что он отвергает. А вот мы про любовь же говорим, да, вот любовь связана с радостью, и апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. Да. Вот это о чем? Это, мне кажется, это как раз вот практика, ну, если так можно сказать, человеческого обретения смысла жизни. Потому что, ну, мало кто, в конце концов, задумывается о том, в чем смысл жизни. Вот. Ну, и в конце концов, это блаженство. А блаженство – это уже такая близость к Богу, который ты без соизволения, так сказать, Всевышнего, ты не сможешь этого добиться. Там нужны какие-то другие мощности самому человеку, ну, и не пролететь, не преодолеть вот это притяжение, как ракете. Вот. И начинаешь вот, как бы, искать, что да, в чем смысл, а смысл в том, что надо обрести блаженство. А что такое блаженство? Это когда ты, вот это состояние радости, да, что ты очень близко к Богу настолько, что вот это все, вот это все земное, то, что тебя тяготит, оно все уже в недоступности. То есть, условно говоря, я улетел настолько, что я не помню ничего об этом. Вы думаете, что вот это такое должно быть состояние? Приблизительно. Ну, а вот смотрите. Ну, то есть, я из чего исхожу там? Вот блаженная Ксения Петербургская, да, как она существовала в этом? Да, но это не значит, что блаженство обязательно блаженное. Просто вот мы с вами до эфира говорили, вы говорили о том, как вам дорог преподобный Серафим, да, Саровский. Вот представьте, к Серафиму приходят люди со всеми этими, земными этими. Он никуда не улетает от них. Он говорит, радость моя, Христос воскресе. Он обращается к ним именно вот со всех им, вот этими их болячками. Это, мне кажется, это не улет. Вот это, мне кажется, не совсем то, о чем вы говорите. Или вы имеете в виду, что ты для себя улетел, но обещал вернуться, или как? То есть настолько ты поглощаешься вот этой вот божественной энергией, вот этой силой любви, что в тебе не остается ничего вот этого совершенно земного. То есть то, что нам мешает, потому что это очень быстро превращается в тлен, очень быстро развиваются вот эти вот греховные язвы, которые быстро-быстро прогрессируют. И когда ты понимаешь, что ты недосягаем в полной безопасности, вот это вот для меня, да, есть блаженство. То есть у Христа за пазухой быть. А вот скажите, вот как раз мне очень запомнилось в одном интервью, вы сказали, что когда вы впервые услышали вот этот вот смысл жизни и блаженства, вы потом эту фразу долго расшифровывали. Да, очень долго, да. Мне очень понравилось вот это определение. Я искал, да, я везде искал вот подтверждение какое-то. А вот скажите, а вот правильно я понимаю, что вот и семья, и ваша жена Анжелика очень большую роль сыграли вот в этом процессе расшифровывания? Они как бы вам помогли многие вещи понять и почувствовать, или помогают, наверное, и сейчас? Ну, вы знаете, ну, это настолько внутренний вопрос. Я не очень люблю распространяться об этом. Ну, так просто, чтобы для техники безопасности, чтобы соблюдать нормы сам безопасности. Вот. Ну, для меня Анжелика очень многое значит вообще в моей жизни. Начиная с того момента, что она меня привела в церковь, и после этого у меня вот мир начал переворачиваться. Хочу я того или не хочу, я, конечно, упирался. Конечно, не то, чтобы там совсем там упирался в прямом смысле, но я всячески придумывал какие-то поводы и ухищрения. Уйти от этой ответственности. Вот. Так что, конечно, это... Когда ты начинаешь осознавать, что ты человека чувствуешь на расстоянии, это совсем другая ответственность. Это совсем другой уровень взаимоотношений. То есть и на физическом, и на душевном уровне. И ты понимаешь, всё. Мы уже, как сказать, мы перемешались до такой степени, слились, что теперь я не имею права что-то делать там, что-то недозволенное. Вот. Ну и плюс ко всему, что мы обмениваемся вот этой информацией. То есть это уже какой-то такой сверхорганизм образуется, как и семья, в общем. Семья-то это вообще просто идеальный сверхорганизм. Вот. Так что, в принципе, мы всё как бы делаем вместе. Хотим мы того или нет, рядом мы или не, или мы на расстоянии, как сейчас. Мы всё это переживаем, и это, в общем, легко доказать, потому что мы, находясь там, например, где-то в разных краях земли, и я там улетаю куда-то, мы там, когда созваниваемся вечером, и мы разговариваем, и мы всё это как бы оговариваем, вот эти вещи. И это всё, в этом нет ничего даже как бы фантастического для меня. Я уже с этим сжился, я это воспринимаю как естественный ход событий. Это вполне нормально. Ничего фантастического, просто любовь. Ну, это любовь. В любом случае, это преддверие, да, то осознание той любви, о которой мы говорим, да, но это возможность приблизиться, да. Это вот тот человеческий шедевр, тот достижение мастерского уровня, когда человек должен сотворить шедевр. Проявление любви – это дети, вот они наши шедевры. Хотя шедевр у мастера, он один раз в жизни происходит, а вот у нас есть такая возможность эти шедевры вот в большом количестве производить. Так что это мастерство такое. Спасибо большое. Шелагин Иванович, вот в финале, я вам говорил, да, что я попрошу вас поставить точку. Вот смотрите, искусство, творчество – это всегда некое искушение, да, всегда некая, ну, провокация. Ну, может быть, не всегда, может быть, вы не согласитесь, но часто. Иногда даже это неестественность, то есть противоестественность. Да, иногда и противоестественность. При этом нередко художник касается вот пространства евангельских смыслов. Там, кинематографии, я не знаю, в песнях, в картинах и так далее. И вот, когда художник приближается вот к этому пространству сакрального, ну, вот со своим инструментом, который может невольно для кого-то там стать провокацией, да, вот где вы поставите точку в предложении «Остановиться нельзя нарушить». Может ли художник нарушить это пространство? Может ли он вступить на эту территорию? Ну, тут очевидно. «Остановиться», запятая, «нельзя нарушить». Это вот как раз к слову о том, что должны быть выработаны какие-то правила внутренние, вот как заповеди, но для каждого человека свои, которые должны работать регулярно, чтобы уже не задумываться, можно это делать, нельзя, нужно или нет. Это мы шишки набиваем, да, и в результате, в общем, как у Казьмы Прудкова, там уже можно определить просто степень интеллекта человека. Так вот, и, в общем-то, поэтому нельзя нарушать равновесие, это точно совершенно, вот нельзя, нельзя, потому что наклоняется плоскость, на которой ты стоишь, и всё, и ты начинаешь, а куда ты, куда она тебя, так сказать, скатит, непонятно. Спасибо большое. Это был Вячеслав Бутусов. Порсуна от латинского «Персона». Портрет, написанный в технике иконы. Вера. Надежда. Терпение. Прощение. Любовь. Авторская программа Владимира Легойды. Порсуна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова